МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клоков, доброе утро! Доброе утро! Леш, доброе утро! Доброе утро! Я не раскрою ли я секрет, могу ли я сразу сообщить, что вот эти яблоки, с которыми я вошел сюда к тебе, это яблоки, которые на самом деле из знаменитого сада? Да. Это твои яблоки, правда? Да. Да? Ну, хорошо. Так, Леш, что мы готовим сегодня с участием знаменосца российской актерской школы? Сегодня у нас пастушичий суп. Пастушичий суп, да. Суп, который едят пастухи. Совершенно верно. В северных районах Испании. Так, хорошо. Северные районы Испании. Да. Пастухи. Кого пастут? Овец. Овец. Баранина же овца? Баранина, овца. Вот и все. Овца это баранина? Совершенно верно. А на вторую мы, Иван, приготовим семгу. Из южных районов Норвегии? Нет, этот рецепт мне тоже был дан в Испании, только русскоживущими. Там семья Михайлова такая замечательная. Семья Михайлова дала... В общем так, ты поехал в Испанию по работе, отдыхать? Я там живу иногда. Серьезно? Да. Ну, ты говори красно, почему нет? То есть ты в Испании бываешь очень часто. Часто. Соответственно, мы сейчас будем говорить уже не просто испанские блюда, мы их знаем, там всякие паэлью, еще что-то. Сегодня мы будем готовить уже пастушьий суп и семгу. Но семгу у нас, в Испании нет семги. Я знаю, поэтому используя вот то, что у нас есть в России. Но есть семга в Норвегии. А по старинному договору между королем Испании Хуаном Фернандесом и королевой Норвегии Эльзой Брюте... Семнадцатый век, четыре часа дня. Вы нам пастухов, вам рыбку. Вот, друзья, благодаря этому соглашению, сегодня мы попробуем такую норвежскую-испанскую кухню. Леш, с чего начинаем? С пастушечей поклебки или... С пастушечей поклебки. Для этого нам понадобится барань нарезанная. Хорошо бы с прожилками небольшими жира. Вот, смотри. Ага. Если это она. Да. Замечательно, очень хорошо. Ну, смотри, ну, это очень хорошо. Нам вот это все и нужно. Совершенно, чем грубее, чем проще, тем лучше. Хорошо, значит, что мы делаем? Мы ставим воду, да? Да, погружаем ее в куски баран. Бульон нам пригодится, поэтому мы холодная вода. Единственное, что в воде мы не просто так. А у нас есть вода очищенная. Кстати, некоторые актеры чистят водку так в аквафорах. Я тебе и серьезно говорю. Говорят, замечательно чистится. Да, вкусятся в аквафорах. А я думал, вот, друзья. Единственное, Ваня, вот, насколько я дилетант... Больше воды? Нет, 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 отлично. Не надо больше. Ну, давай не будем. Давай не будем. Так, накры... А, так все, мы баранину выкладываем туда. Сразу мясо. Вот, смотри. Хорошая баранина, друзья. Вы можете даже не отрезать, потому что она разварится и отскочит. Разварится и отскочит, да. Некоторые украшают этим елки. В Испании. Да. Вот этими вещами. Так, ну вот, кстати, подожди, а нам нужно нарезать, наверное. Ну, можешь нарезать, если слишком большие куски. Не, ну там просто действительно там... Так. Там действительно... Давай я... Хочешь, я нарежу? Леш, ну давай. Давай, конечно. С огромным удовольствием. Вот. Куски не должны быть маленькими, они должны быть таким грубыми. Ну, я имею в виду, размеры должны так... Скажи, а что тебе вообще вот в Испании... Почему именно Испанию ты выбрал как страну, в которой ты теперь иногда живешь? Во-первых, очень похоже на нас. Людей, живущих в России. Ты видишь, что менталитет испанцев, да? Абсолютно. Они не умеют держать слово. Так же, как и мы. То есть, естественно, эти говорят маньяни. Все. Жизнь удалась маньяни, по-моему. Маньяни? Маньяни, да. То есть завтра. Маньяна, это завтра. Да, маньяна. Маньяна. Я об этом очень плохо говорю. У меня Анька замечательная говорит на испанском, но я вот... Ну и что, и в общем, такие они все, да, вот все... Народ очень веселый, обожает апельсины, обожает детей. У меня, Ирка, там была вообще просто в кругу такого внимания, что я просто даже, честно говоря, удивился, почему у нас так в России. Детей не любят? Нет, у нас любят, потому что сейчас скрывают. Там же надо кормить, Леша. Ну, ты знаешь, они не очень хорошо живут, я имею в виду в основном испанцы, живут довольно-таки скромно. Среди. Испанья не такая богатая страна. Ценности, вы же другие, они любят детей. Вот это замечательно. Я обожаю. Детей, это действительно. Ванечка, вот смотри, все. Накрываем? Накрываем. Закипает, делаем небольшой огонь. Мы на каком этапе будем добавлять остальное в барану? Это когда будет готов уже бульон, когда мы с тобой почувствуем вкус, устраивает, нас не устраивает, попробуем мягкое-немягкое мясо. И будем добавлять все остальное. Абсолютно верно. Переходим. Знаешь что, давайте я предлагаю сейчас, поскольку погода уже не очень, сделать такой короткий витаминный перерывчик. Я только за. Их не надо резать. Вот я сейчас сделал страшную вещь. Потому что это, по-моему, соковыжималка выдерживает цельное, да? Понимаешь, туда целиком. Более того, Борг единственный соковыжиматель, в который можно яблоню целую засовывать. И выходит сок. Да, действительно, я вот сделал глупость. Ну ладно, ну что, порезал, порезал. Так, вот смотри, сейчас. Звук приятный. Слушай, звук-то какой хороший. А если провести всю передачу, ну, передо подойдет звук. Чего себе? Слушай, в пену. Ну как, смотри. Ты видишь? Вижу. Я хочу тебе сказать, что это практически все. Все. Теперь смотри. Теперь смотри, как интересно. Сюда можно подставить, чтобы не капало. Вот. Тут есть такой пенкоотделитель, Леша, смотри. Ты видишь? Сок. Слушай, это супер. Видишь, яблоки сразу темнеет сок, потому что железо. Так, за Испанию. Ой, давай, Вань. За Испанию. Друзья, за Испанию. Испанцы. Бой нас вот сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Если денег немного, я ем отдельно кожицу, отдельно семгу. Но вообще стараюсь. Вот у нас есть семга. Кстати, смотри. Семга у нас норвежская. Норвежская семга – это настолько универсальный продукт, что в принципе ее можно использовать в любой кухне мира. Очень хорошо. Так, вот смотри. Слушай, ну, как нам нужно… Ее надо нарезать кубиками. Ее надо нарезать кубиками. Подожди, раз ты резал мясо, то ты режешь рыбу. Хорошо. Вот так. Так, ну давай, ты нарезаешь семгу кубиками, да? Да. Я думаю, что это нам не понадобится для кубиков. Ты знаешь, курс, я любо, я обожаю курс. Давай. Прямо с кожурой. Настаиваюсь с кожурой. Все, сделали. То кожура дает аромат. Да? Кузура дает аромат. Семгу мы выкладываем. Нужно ли что-то там, какой-то масло? Ничего, прямо выкладываем семгу вот так. Хорошо. Да мне самое противное, Вае, это натирать сыр. Подожди еще. К сожалению. Не сразу же натирать сыр, нужно еще что? Что нужно добавить? Ну, сначала, если у тебя есть грибы. Грибы? Да. Да. Выкладывай. Из твоего сада. Из моего сада, конечно. Так. Вот, Ванечка, нужны грибы, если есть шампиньоны. Замечательно. Какие нужны шампиньоны? Шампиньоны, если есть. Есть. Что эти грибы могут позволить себе все после белых. Ты знаешь, вообще, у меня действительно некоторые... Вот, смотри, шампиньоны. Вот. Слушай, ну, вот как удивительно, да, шампиньон, вот все-таки... Ну, вот белый гриб, он совершенно другой. Да и, конечно, да и пахнет как-то. И пахнет он как-то по-другому. Шампиньон не пахнет, но зато шампиньоны – это единственные культивированные грибы, понимаешь? Вот выращиваются искусственно, и все, и получается замечательно. В садах. В садах, где угодно. В горах. В горах. Это можно в мойку. Все. Да? Все. Давай, убирай. Хорошо. Мои руки я пока... Как нужно нарезать шампиньоны, Леш? Ну, порезать их-то более-менее, чтобы они были мелкими. Более-менее мелкими? Да, более-менее мелкими. Что-то как-то так... Я не рассказал тебе про этот смешной случай в Испании. Вот так вот. Как только я первый раз туда приехал, представляешь? Давай рассказывай. Иду с утра. Ну, ты же знаешь, мы русские, мы обожаем именно на югах вдруг вести здоровый образ жизни. Да. Слушай, ну как, море, солнце вышло. Все нормально. Я выхожу, чайки, море, солнце. Детишки где-то повизгивают. Красота такая, легкие, курильщики начинают расширяться. Все. Какая-то еще музыка. Я поднимаюсь в гору, к домику. Угу. И вдруг резко останавливается жигуленок. Представь, жигуленок. Господи, по-моему, копейка, что ли, какая-то старая. А тут выбегает здоровый чувак, такой какой-то... Здрасте. Какой-то здрасте. На русском? Да. Можно руку пожать? Я говорю, да пожалуйста. С земля вам пухом. Ну, и удачи. Все нормально было. Все нормально было. Я сам с Одессы тут, ну... Представляешь, как он с Одессы ехал сколько-то туда? Нет. Они там строят, Вань. А, они строят? И я, обалдевший, стою после того, букета свежести и счастья. Я говорю, может, уже нового-то еще? Он говорит, не-не, извините, ну, немного... Знаешь, ну это... Слушайте, ну это какая удивительная история. Ты знаешь, Леш, ну это от того, что люди очень волнуются. Конечно, когда видишь... Конечно. Потому что некоторые говорят, пусть земля вам будет прахом. Так, подожди, давай выкладывать... Мы выкладываем сверху слой шампиньёра. Да, Ванечка, слой шампиньёра. Хочешь, помогу? Да, очень хочу. Друзья, что у нас происходит? Сёмга, порезанная кубиками, лежит в форме. Сверху нарезанный слой шампиньёра. Баранья похлёбка у нас... Пастушья похлёбка варится. Баранина. Значит, нужно ли нам снимать пенку? Нет, ни в коем случае. Варится и варится. Алексей, оставлю на секунду, Алексей, я вас на нашей кухне. У нас, друзья, короткая реклама на веру, после которой мы вернёмся. Узнаете, почему сорт яблок белый налив спровоцировал в своё время войну между севером и югом США. СМЕХ Ну, сынок, ты авоську с пивом с волнореза уронил, тебе за ней и нырять. Александр Беляев, человек-амфибия. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Алексей Маклаков, с которым мы готовим пастушечью похлёбку по-испански, север Испании. Смотрите, значит, пенку, ещё раз я говорю, ничего, ничего, да, правильно, Лёш? Вот так вот. Да, да, да. Вот прям так. Пенка потом сама куда-нибудь уйдёт. Я могу тебе сказать, почему они не снимают пенку? Почему? Потому что она и есть основной белок, который выделяется в первую очередь. А так ночи там, видимо, холодные, в Испании. Ночи холодные, им нужно, давай, так поставить, всё. Видимо, соблюдают всё. Значит, всё, варится, ни соли, ничего, всё. Нет, ничего. Отлично. Что мы делаем дальше с нашей сёмгой? Теперь мы нарезаем мелко-мелко-мелко петрушку и сеем её как бы на грибку. Так, здесь у нас вот хватит нам столько? Хватит. Так, Алексей, пожалуйста. Вонечка, вот я знаю, как ты гениально режешь. Ну ладно. Ну ладно, перестань. Ничего страшного. Нет, ты прямо вот с этой, с ножками, да? Да-да-да-да-да. Точно? А она даст тот аромат, который, в общем-то, сконцентрировал в ножках петрушки. В ножках петрушки аромат, да? Прекрасно, да. Лёш, какие самые запоминающиеся и любимые, помимо пастущей поклёбки, блюда в Испании? Слушай, для многих... Наша программа же, она в основном о чём? О том, что мы открываем человека. О том, что ты прекрасный актёр, о том, что ты замечательно играешь в кино, на телевидении, в театре. Это мы всё знаем. Но то, что ты, например, увлечён Испанией так, это для нас является новостью. Рад открыть себе новую грань. Не стесняйся абсолютно. Вот какие тебя в Испании в кулинарном смысле привлекают блюда? Ванюш, ты знаешь, мы все русские, приезжая туда, естественно, бросаемся на морепродукты. Так. Ну, потому что здесь всё-таки не так. Я видел однажды, как русский человек кинулся на кальмара. Ты помнишь это? Помнишь? Чудовищная сцена. В аэропорту кальмар сидел, проверял паспорта на контроле. Вот так. И, конечно, было... А человек его стал полимать лимоном. Помнишь, да? Это жуткий случай. Было неловко, как бы народный скандал. Заняли? Да заняли, слава богу. Слава богу, да. Так. Потом ты, наверное, ел поэль, да? Поэль, да. Поэль – это когда курица, рис, креветки, морепродукты. Да? Хорошо, подожди, давай вернёмся к норвежской съёмке. Теперь, Ванюшка, самое противное, что можно придумать, это надо натереть сыр. И всё это усыпать. Усыпать сыром. Да. Какой сыр нам нужен? Ванюш, твёрдый сорт. Любой. Только твёрдый сорт. Только твёрдый, да? Да. Имеются у нас варианты. Так. Вот смотри. Мягкий. Твёрдый. Вот этот? Пармезаном прямо всё это за... К сожалению, да, Ваня. У тебя есть какая-нибудь штучка, которую можно натереть? Есть. Ваш, у меня уникальная вещь. Очень хорошая. Только я думаю, что может быть нам... А можно так прямо, я думаю, смотри. Пойдёт так? Да, прекрасно. Вот так вот. Прошу, маэстро, прошу. Прошу. А чайфший сегодня ничего не делает. Сегодня всё, что-то артист Маклаков за меня делает. Знаешь, ты имеешь право на это хоть раз. Да? Просто отдохнуть просто по-человечески. Совершенно верно. Скажи, пожалуйста, Лёша, а не нужно ли нам перед тем, как засыпать это сыром, залить это всё молоком с яйцами? Ты же просил чуть-чуть отдохнуть, поэтому время твоё ещё не пришло, Вань. У меня остался маленький кусочек, поэтому ты можешь в принципе... Если ты уже трёшь сейчас пальцы, аккуратнее. Не-не-не, если у тебя есть возможность, взбей, пожалуйста, два яйца в небольшом количестве молока. Но я интересно тебе рассказывал про испанцы. Очень. Серьёзно? Да. Скажи, а ты готовишься каким-то образом к королям? Может быть, я не знаю, там берёшь с собой сценарий, репетируешь на испанцах, проверяешь, работают ли образы, актёры, девчары. К сожалению, я, видимо, не очень хороший артист, потому что я обычно занимаюсь совершенно другими делами в испанцах. Я смотрю футбол, потому что это страна, которая подарила нам тоже... Там же футболь, там же вроде всё, Реал там. Я был на Барселоне, сидел на стадионе, но это незабываемое впечатление, потому что... Ну, это так любят футбол, как мы маму. Всё, то есть это просто... Ты такой футбол, как маму? Да-да-да. Я не знаю, как ещё найти такое сравнение, потому что... Они безумные. Как папа только. Ну, как отца. Хорошо, как отца. Ну, вдоволь насмеялись. Как это извлекается? Извлекается это всё очень... Ну, а ты, подожди, ты хочешь... Так, подожди, сверху сыр, а потом заливаем? А потом заливаем. Точно? Да-да-да. Ну, ладно. Вот увидишь, что ты видишь. У нас всё получится. Ну, давай. Давай. Засыпаем? Да. Засеиваем так, чтобы закрываем плотно, да? Это блюдо такого норвежско-испанское у нас. Ага. Ну, красиво, да, получается? Смотри, очень красиво. Вот, вот так, да? Да. И что же? И теперь вот это всё. Теперь берём то, что ты назовешь. Это... Молока-то там нам же немножко нужно, да? Немножко. Совсем. Давай. Раз. Так, выйдите, второе. Давай второе. Кипит, как наша барамина там, а? Кипит. Давай. Ты знаешь, она, в общем-то... Поменьше? Очень хорошо уже варится. Не-не-не-не-не-не. Отлично, я думаю, что она быстро варится. Похлёбка. Я так понимаю, что похлёбка – это очень простой рецепт, поэтому там нам немного останется, что добавить, да? Да, она уже заливается в сосуд, из которого ты будешь есть, уже с приготовленными ингредиентами. А, то есть, в принципе, туда больше... Ну, соль и соль не надо? Только, если есть возможность, нам понадобится лучок. Лучок. Сейчас положим. Её вообще в голову. Что мы... Взбиваем яйца, да? Ваня, давай давай молоко. Давай. Тебе будет гораздо удобнее. Сколько нам нужно молока? На вскидку. На вскидку. Ну, мне кажется, чтобы она просто покрыла чуть-чуть, недостаточно. Прям вот совсем, да? Ну, просто для пышности, да, молодцы? Надо ли нам хорошо посолить вот это и поперчить? Нет. Не надо? В самом финале, да. В самом финале. Теперь расскажи, как мы это заливаем. Можешь произвольно? Давай сначала по периметру. Давай. И теперь... Смотри, проходит, проходит. Тонет. Я же обещал тебе. Что, и всё? Вот так вот можно ставить? Закрываем? Всё, Ванечка, закрываем. Закрывать крышкой надо? Да, надо. Обязательно. Да? Закрываем. Хорошо. Давай попробуем минут 10 без крышки и 10 с крышкой. Или наоборот, минут 10 с крышкой и минут 10 без крышки, чтобы корочка появилась потом. Абсолютно. Да, да, да. Тут главное, чтобы корочка была. Так. Итак, друзья, 180 градусов духовка наша разогрета. Мы отправляем куда? Нашу сёмгу. Отправили. Сейчас мы здесь приберём. Наша сёмга уже в духовке. Ну, собственно, рассказывай-то что? Расскажем потом, как мы её готовили. Сёмга в духовке, мясо в кастрюле, мир на земле, как поётся в действии. Да. Алексей Макулаков на нашей кухне. Лёш, на секунду тебя оставлю. Друзья, у нас короткая реклама на первом, после которой мы вернёмся. Вы знаете, что плюшка в переводе с белорусского означает гидравлический пресс. Пармалат. Натуральные молочные продукты. Маэстро Девлиева. Частичка Испании на вашем столе. Погоди, Зина, мясо разбораживать. Видишь, снег какой за окном. Как бы мамкин рейс не отменили. Стивен Кинг. Иногда они возвращаются. Дорогие друзья, с Мак на первом канале. У нас в гостях сегодня Алексей Макулаков. И мы готовим постужичью похлёбку, которая готовится сама по себе. Я напоминаю рецепт. Дорогие баранина с прожилками, с жиром. Такие куски, в общем, свободная форма. Неухоженные. Неухоженные куски баранины. В воду в холодную, на огонь. Всё. Варится, пока не сварится. Единственное, что мы, наверное, сейчас что-то должны уже добавлять. Да, Лёша? Мы должны добавить туда две крупных луковицы. Так, тогда я предлагаю прямо сейчас эти крупные луковицы. Мы их чистим. К сожалению, да, Ваня. Но честно, просто снимаю шелуху. Снимаем просто шелуху. Раз. Отлично. Два. И. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Так. Ты же оригинальный. Я так не знаю, что снимаешь шелуха. Я так снимаю шелуху. Некоторые снимают шелуху усилием воли. Ну, так не всегда получается. Это надо быть очень хорошо тренированным человеком. Так, держи одну. Держи одну. Прямо отправляю её туда, что ж такое-то. А я не обожгусь, да? Я думаю, смотря, насколько глубоко ты рассунешь руку в суп. Вот этот как раз, это как раз степень и позволяет, собственно, либо обжечься, либо нет. Так. Ванечка положить уже можно, да? Да. Главное, почему ты меня спрашиваешь? Так, стоп, поглубже. Прямо вот так, да? Ага. Давай, 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 сейчас, может быть, вот так вот мы это раздвинем место. Кладём две луковицы. Две луковицы. У нас уже не так много луковицы, выкипает она. Да. Закрываем. И забываем. И опять забываем. Да. И забываем. Всё. Теперь, времени с начала нашего эксперимента с Сёмгой прошло. Ванечка, пока делается, мы можем сделать с тобой томатные гренки, которые едят вместе с пастучистым супом. Томатные гренки? Да. Пожалуйста. Что нужно? Для этого нужно два кусочка белого хлеба. Секунду. Вот, вот они, ровно два. Ой, замечательно. Если есть сковородка и оливковое масло. Де олива, Испания. Ты понимаешь? Самое главное, понимаете, знаешь, как масло оливковое? Ну. Ты как бы чуть-чуть взбалтываешь её, да, и смотришь, как оседает. Если оседает быстро, тогда значит натуральное оливковое масло. О, видишь? Нагреется, но он же так, наверное, нагревается. Давай так. И главное, Ванюш, чтобы была корочка, на которой мы натрем чесночок и помидоры. Сейчас всё сделаем. Так, хорошо. А что нам нужно подготовить для супа? Может быть, мы что-то уже начнём готовить, что-то нарезать? Как только ты скажешь, что бульон готов, мы можем, в принципе, сейчас приготовить. Вот я это про это и говорю. Морковку нужно... Нет, морковь нам не нужна. Помидоры, перец. Один помидор нам нужен для томатных гренок. Так. Больше нам ничего не нужно. Как нам нужно? Нам нужна брынза для... Брынза. Похлёбки. Брынза для похлёбки у нас вот здесь. Как мы её нарезаем? Произвольно мелкими. Крупновато, но мы можем чуть-чуть. Нет, так я хотел его сейчас измельчить. Вот так? Слушай, это же петербургский ход, знаешь, да? Нет. Ну, москвичи режут так, а петербургцы так. Да? Да. То и москвичи вот так бы стали режут? А вот так? Да. Так, так что, мелко, да, просто на кубиках, да? Да, да, да. Так. Так, так, смотри-ка, брынзочка-то какая. Не то что. Вот так, так. Вот, да, ещё? Ага. Это прям в тарелку? Это в тарелочку, из которой ты будешь употреблять. Так, вот. Отлично. На две порции у нас имеется, там убирали. Так. Так, 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 так. А есть, я, наверное, думаю, мы будем из таких вот... Ну, из чего едят пастухи? Да, ну, мы ещё не... Из-за овечих черепов. Да, ну, ещё... Так. Он готовил очень похожее блюдо. Так. Как-то. Из говяжьей лопатки. Так вот, в этой лопатке, её когда тоже очень долго варишь, 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 со всеми соответствующими, прилагающимися к лопатке вещами. Очень много кинзы. Чесночок, только без брынзы. Лучок размягчился. Вот так. И... Сверху. Вот сам себе от души, да. Да, от души. Вот так, да. Раз. Дорогой Ваня, ты себе не представляешь, как я счастлив сознавать, что штурвал всенародно любимой программы СМАК в надёжных руках. Твоё здоровье. Дорогой Андрей, ты не представляешь, насколько тёплым перешёл ко мне этот штурвал. Давайте поаплодируем программе СМАК. Я желаю. Ваня, вот я обожаю это, это нарезаешь. И, Ванечка, если ещё сделаешь очищенную маленькую дольку чеснока, я вообще буду... Сейчас, сейчас почистим. Больше ничего. Странно, что первую часть программы я тебя просил всё делать, а сейчас ты на меня насел. Ну, тогда похлоп. Вот так вот и всё. Так, 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 так. Эх, вот мне не получается. Да ладно. Не получается. А дольку чеснока и всё. Головку или просто вообще дольку. Одну дольку, да? Слушай, мне кажется, у нас самое-то главное произошло. Нам нужно открыть крышку на сёмке. Как ты считаешь? Давай. Давай посмотрим, что там вообще происходит. По идее, Ваня, она должна быть румяной корочкой. Румяной. Давай посмотрим сейчас. Прикрой-ка на секундочку. Есть. Так. Видишь, расплавилась, но румяной не стала. Значит, для того, чтобы она стала румяной, с открытой крышкой продержать, да? Да. Правильно? Да. Да есть запах. Ой, но запах хороший. Я тебе говорил, что запах будет точно хороший. Так. Всё. Будет касаться вкусов. Держим с открытой крышки. Всё. Даже можно температуру побольше поставить. Так. Так. Лёш. Ау. Ну, вот. Да? Есть, Ваня. Вот. Давайте, Лёш. Подожди, Лёш. Давай перевернём. Пускай с этой стороны тоже немножко. Ну, Ванюшенька, ну, хочешь, ты сделаешь? Чуть-чуть, ну, конечно. Отлично. Слушай, скажи, а что, кстати, почему из Испании-то ты приехал? Может быть, съёмки в каком-то новом интересном проекте? Нет, Иван. Знаешь, что ты виноват в том, что я хочу сейчас заняться песенной деятельностью. То есть я завязал с театром и кино на этот год. Подожди, секунду. Это означает, что ты вот можешь сказать так волевым усилием кино, театр? Нет. На этот год нет. Ты прямо вот, и даже те, когда будут звонить, назови мне фамилию режиссёра, который, если тебе позвонит, ты не откажешься. Фамилию режиссёра? Спилберг позвонит, скажет, Лёша, надо! Ёлки. Ёлки, не могу. А чё никто не хлопает? Вы, меломаны, вы! Лёша, это, кстати, очень здорово. Вот это, это озень, ты прямо, прям ты радуешь. Хорошо? Отлично. Ну что, наш хлеб, подожди, надо ему дать немножечко остыть, да, Найна? Да, конечно. А у нас с одной стороны как раз это получается? Очень хорошо. Давай, пускай он остывает. Так, слушай, что... Лёша, тебе надо помидор... Так, чесночок. Чесночком мы будем натирать вот это, а помидорчиком... Сейчас мы начнём натирём сначала чесночком, а потом помидорчиком. Остынь, чуть-чуть. Остынь. Так, тарелочки я поставил, ложечки. Ложечки, да. Так, теперь тарелочки для сёмушки. Для сёмушки. У нас всё, чтобы всё было готово. Так, тарелочки для сёмушки у нас вот здесь. Можем вот так вот сделать, а потом... Сёмушка. Ну что, сёмушка тогда у нас осталась. Слушай, сейчас тогда я предлагаю сделать волшебную силу монтажа, использовать в нашей программе. Внимание. Раз, два. Даже так по-испански. Уно, до. Трэс! Трэс! Так, трэс. Лёша, так, что нам нужно сделать? Чесночком натираем каждую дурку. Чесночком. Давай тогда сделаем вот так вот, так, чтобы дурку натирался. Хорошо. Натёрли чесночком. Раз. Второе. Натёрли чесночком. Два. И теперь помидорками натираем тосты. Да ладно, вот так, наверное, да? Так. Да-да-да. Чтобы сок туда, да, впитывался? Совершенно верно. Я предлагаю сейчас, дорогой Алексей, тебе налить нам похлёбки. Правильно я понимаю, что нужно сначала вот это? Совершенно верно. Итак, мы высыпаем брынзу. Да. Вот так. Сверху мы положим... Кинзы. Кинзы. Ну, давай. Всё. Всё, давай. Да? Как? Вот так прямо? Да, Ванечка, давай. Вот так? Угу. Я ещё раз говорю, как мы её готовили. Да. Баранина, порезанная крупными кусками, можно с жиром, можно с прожилками. Эта баранина отправляется в кастрюлю с холодной водой и варится до готовности. Туда нужно положить две очищенные луковицы. Теперь, Ванечка, мы добавляем кинзу, если хочешь, добавить соль. Я думаю, что сейчас мы посмотрим, что произойдёт. Брынза же даст свой соль. Вот смотри, ты видишь, она уже начинает растворяться, да? Она начинает плавиться, да? Да-да-да. Простите, взять вверху руку. Так, и представим, что перед нами север Испании. У наших ног Валенсия. И в этот момент, друзья, когда пастушья похлёбка разлита по глиняным чашкам, звучит бессмертная мелодия поля... Моря. Моря, которая так и называется... Одинокий пастух. Одинокий. Автобиографическая мелодия. Одинокий пастух. И в этот момент маленькая копытца бьёт тебя поспелее и говорит, вы не могли бы потише? Ребята спят. Всё, друзья, закончили мы с Порьем. Марья, ну давай попробуем. Ну что? Я жду тебе первый. И сразу в догонку тост. Угу. Да. Есть что-то? Нормально. Очень вкусно. Друзья, поаплодируйте, Алексей. Все. Вот. По правилам нашего шоу, нельзя доедать до конца, потому что есть ещё одно блюдо. Сёмга, которую мы готовили так. Кусочки сёмги, квадратиками. Сверху шампиньоны, сверху петрушки много, сверху тёртый сыр, и всё заливается молоком с яйцом. 180 градусов духовка наша разогрета, отправляем куда? Нашу сёмгу. Давай пробовать. Давай-ка. Держи, что вам получилось. Так. И так? Угу. Угу. Ну и что-то скурило? Отлично получилось. Отлично получилось. Чё-нибудь у них. Дорогой Алексей. Дорогой Алексей. Сейчас... Сейчас пора подарков. Я бы хотел сломать эту традицию, Иван, потому что достаточно ты уже надарил... Тебе не нужны подарки? Нет, я хотел бы сломать эту традицию... Так. Я хотел бы подарить тебе... Мне подарок сейчас? Сеонечка, наступил и твой праздник. Я предлагаю вообще всем звёздам, которые будут приходить к Ивану, дарить ему что-то. Да. Это же так приятно, не правда ли? Конечно. Я... Я хочу, чтобы это... Это то, что я привёз тебе из Испании, назовём его Педро. Ты привёз мне Педро? Педро. Я привёз мне Педро. Это же таймер для кухни. Совершенно верно. Смотрите. Ты слышишь, они тикают? Алё. Ну, это, видите, ещё и телефон. Лёш, спасибо тебе огромное. Может, значит, Педро займёт отныне почётное место. Поставим пока Педро вот сюда. Итак, Лёш, ну тогда, раз ты как знал, был у нас вариант не дарить тебе один подарок, теперь всё получишь сполна. Итак, друзья, для Алексея Маклакова. Музыка. От нашего спонсора, производителя цейловского ароматного чая Акбар. Целая корзина чая Акбар, который является неиссякаемым источником бодрости, энергии, хорошего настроения. Для Алексея Маклакова, пожалуйста. Большое спасибо. От нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды премиум класса, компанией Тапуэр, инновационные изделия, термосервирователь для приготовления домашнего йогурта. Спасибо. И кастрюля от шефа Тапуэр, ваш фирменный рецепт успеха. Спасибо, Иван. Подождите, Алексей, ещё не всё. Подожду. От нашего спонсора, истинный шедевр домашней кухонной коллекции, соковыжиматель Борг, с гарантией 5 лет. Вот вам. Держи, Лёш, держи, друзья, у нас сегодня костяк, надо быстрее заканчивать. Мы ждём замечательный артист Алексей Маклаков. Давайте ему поаплодируем. Лёша, сейчас я приду, помогу тебе держать. Ребята, пауза на одну неделю, после которой мы вернёмся сюда. И вы узнаете, что суфле в переводе с венгерского означает «женщина, которая подсказывает актёрам текст». Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова